Уважаемые коллеги, моя лекция будет посвящена реализации плана мероприятий повышения доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования медицинских целей с акцентом на определение потребности в наркотических средствах для использования в медицинских целях. Начну свою лекцию я с цитаты председателя Международного комитета по контролю за наркотиками Вероя Сумьяя, которую он высказал на 120-й сессии МККН в ноябре 2017 года. «Наивысшей целью Международного комитета по контролю наркотиков является повышение доступности контролируемых лекарственных средств для тех, кто в этом нуждается, с одновременным предотвращением злоупотребления ими. В соответствии с федеральным законом от 8 января 1998 года номер 3 о наркотических средствах и психотропных веществах, одним из принципов построения государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, является доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они необходимы в медицинских целях. В своих ежегодных докладах, к сожалению, адресованным правительством всех стран, Международный комитет по контролю наркотиков Организации Объединенных Наций на протяжении последних, по крайней мере, 10 лет отмечает крайне низкий уровень медицинского использования наркотических анальгетиков в Российской Федерации. И это несмотря на то, что право пациента на облегчение боли, связанное с заболеванием или медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами, закреплено в федеральном законе номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. А 19 февраля 2019 года депутаты Государственной Думы единогласно проголосовали за принятие во втором чтении закона проекта о совершенствовании палеотивной помощи в России для внесения изменений в федеральный закон основы охраны здоровья граждан Российской Федерации в части оказания палеотивной медицинской помощи. С учетом доработок, ко второму чтению документ закрепляет право пациента на облегчение боли, связанное с заболеванием, состоянием и медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Надо сказать, что руководство нашей страны, озаботившись такой негативной ситуацией, разработало и приняло в 2016 году план мероприятий повышения доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования медицинских целей, которое было утверждено распоряжением правительства от 1 июля 2016 года, номер 1403. Так называемая дорожная карта, в которой предусмотрен целый комплекс мер, выполнение которых призвано значительно улучшить ситуацию с обеспечением наркотическими анальгетиками нуждающихся в них больных. План мероприятий направлен на совершенствование механизмов государственного регулирования оборота наркотических средств и психотропных веществ и обеспечение граждан современными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Задачами дорожной карты, наряду с вопросами расширения номенклатуры наркотических и психотропных лекарственных препаратов, необходимых для применения в лечении болевого синдрома, упрощения процедуры их назначения, внедрение в клиническую практику современных подходов к лечению болевого синдрома, развитие палеотивной медицинской помощи и обучение медицинских работников по вопросам оказания палеотивной медицинской помощи, являются и вопросы оптимизации расчетов потребностей в наркотических и психотропных лекарственных препаратах. Надо сказать, что исполнителями дорожной карты были определены федеральные органы исполнительной власти РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росздравнадзор, производители наркотических и психотропных лекарственных препаратов, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, а также ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Учитывая, что вся номенклатура наркотических анальгетиков, обращающихся на российском рынке, поступает на него с федерального государственного унитарного предприятия Московский эндокринный завод, который я представляю, хочу несколько слов сказать о нашем предприятии. Предприятие является соисполнителем нескольких пунктов, названной дорожной карты, касающихся по существу двух вопросов. Первый вопрос — это расширение номенклатуры, разработка, регистрация и внедрение новых наркотических лекарственных препаратов, в том числе для детей. И второй вопрос — это проведение анализа полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами РФ. Кроме того, представители предприятия включены в состав рабочей группы по совершенствованию нормативно-правового регулирования оборота наркотических и психотропных лекарственных средств. При Минздраве РФ, которая была создана еще в 2012 году, основными задачами которой являются подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, проработка вопросов, связанных с реализацией дорожной карты, подготовка предложений по вопросам повышения доступности и качества обезболивания, оказания методической помощи субъектам РФ по вопросам расчета потребностей в наркотических средствах и психотропных веществах. Не случайно эксперты нашего предприятия включены в эту работу. На сегодняшний день Федеральное государственное унитарное предприятие Московский эндокринный завод — основной производитель в РФ наркотических и лекарственных препаратов и экспортер в Российскую Федерацию наркотических и лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. Сегодня мы выпускаем в оборот более 45 номинований наркотических и психотропных лекарственных препаратов в различных лекарственных формах и дозировках, из которых 32 препарата входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Меры предприняты администрацией президента РФ, правительством РФ, руководителем и федеральных органов исполнительной власти Минздрава России, Минпромторга России, Росздравнадзора, Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, социально ориентированными некоммерческими организациями, предприятиям, а также главными внештатными специалистами по апплиативной медицинской помощи субъектов позволили достичь очень существенных результатов в целом по России, увеличения в 2018 году в сравнении с 2014 годом, объемы заявленных в установленном порядке потребностей в 4 раза, выборки неинвазивных наркотических анальгетиков в 8 раз, расчетного количества больных, получивших адекватное отбезболивание, более чем 6 раз. Необходимо отметить, что мероприятия, которые находились в зоне ответственности федеральных органов исполнительной власти, профессиональные ассоциации хосписной помощи и предприятия выполнены. В то же время мероприятия, входящие в зону ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, не выполнены в полном объеме. Об этом я расскажу позже. На этом слайде вы видите, каким образом менялась ситуация с выборкой неинвазивных наркотических анальгетиков. Почему мы говорим о неинвазивных наркотических анальгетиках? Потому что главным принципом обеспечения палиативных больных анальгезией является ее неинвазивность. Наверное, об этом вам рассказывали лекторы в предыдущих лекциях. Итак, мы видим, что у нас растет заявляемая потребность с субъектами, растет выборка. Выборка, если в 2014 году составляла всего 40% от заявляемой потребности, то же в 2018 году она составила 75% от заявляемой потребности. Также расчетное количество пациентов, которые получили обезболивание. Мы видим, что расчетное количество этих пациентов в 2018 году составило 200 тысяч или 70% от числа нуждавшихся. В то же время в 2014 году количество этих пациентов, расчетное количество, составляло всего 27%. Это было всего 12% от числа нуждающихся. Вместе с тем, несмотря на эту положительную динамику, до конца 2018 года мы так и не смогли достигнуть заложенных в дорожной карте показателей. Это 100% обеспеченность в целом по стране и 30% пациентов, практически каждый третий, так и не смогли на него рассчитывать. Напомню, что нуждается в таком обезболивании более 290 тысяч россиян. Справедливости ради, конечно, нужно отметить, что ситуация в регионах страны не одинакова, и расчетный уровень обезболивания очень сильно отличается в различных федеральных округах. Вместе с тем, с целью повышения доступности обезболивания, в 2018 году из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации были выделены дополнительные средства, в том числе на приобретение наркотических анальгетиков для обеспечения до 100% реальной расчетной потребности. Минздравам и предприятиям в адрес органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья были направлены разъяснения о порядке формирования дополнительной заявки на наркотические средства. Эти документы — это распоряжение правительства 427 и постановление правительства 207. Также в конце 2018 года вышел федеральный закон 459 ФЗ от 29 ноября 2018 года о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, где приложением 10 была определена ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, где уже включена ведомственная целевая программа развития системы оказания палеотивной медицинской помощи, а также в таблице 10 приведено распределение субсидий в целях развития палеотивной медицинской помощи бюджетом субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. То есть уже в федеральном законе Российской Федерации закреплены забюджетированные средства, которые будут выделяться бюджетом субъектов на развитие палеотивной медицинской помощи. Также 24 января 2019 года постановлением правительства Российской Федерации номер 34 внесены изменения в государственную программу развития здравоохранения, в том числе внесено предложение номер 9 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетом субъектов с целью финансирования государственных программ субъектов, содержащих мероприятия по развитию системы палеотивной медицинской помощи. Еще раз напоминаю, что вся номенклатура наркотических анальгетиков, обращающихся на российском рынке, поступает на него с нашего предприятия. И хочу отметить в связи с этим, что имеющиеся на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированные наркотические препараты в различных лекарственных формах и дозировках позволяют обеспечить 100% обезболивание нуждающихся взрослых пациентов в полном объеме в соответствии с рекомендацией Минздрава России. Для применения у детей также имеются различные формы наркотических препаратов. Итак, несколько слов о номенклатуре зарегистрированных в Российской Федерации наркотических лекарственных препаратов. Она представлена на следующем слайде. То есть она включает препараты короткого действия, инвазивные лекарственные препараты, это тремиперидин, амнопон, морфин и фентанил. Данные инвазивные формы имеют в своих инструкциях по медицинскому применению показания детское. Так, морфин у нас применяется детям с рождения, фентанил детям с одного года, тремиперидин и амнопон применяются детям с двух лет. Препараты короткого действия неинвазивные, которые присутствуют сейчас на рынке, это просидол, морфин таблетки, тремиперидин таблетки и бупраксон таблетки сублингвальные. Надо сказать, что здесь ситуация с применением у деток несколько хуже, и только морфин таблетки короткого действия 5 и 10 мг могут применяться детям с двух лет. На этом слайде представлены препараты пролонгированного действия. Это пероральные препараты пролонгированного действия, которые есть сейчас на рынке. Это оксикадон с аналаксоном. Для детей этот препарат не показан, только взрослым, начиная с 18 лет. И морфин таблетки и капсулы пролонгированного действия. Причем морфин таблетки пролонгированного действия можно применять детям с одного года, а морфин капсулы пролонгированного действия детям с массой тела более 20 кг. И еще трансдермальные терапевтические системы с фентанилом, они показаны детям уже начиная с возраста, с двухлетнего возраста. В рамках импортозамещения и исполнения дорожной карты предприятие занимается государственной регистрацией, организацией производства и выводом на рынок новых наркотических и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных формах, используемых при лечении болевого синдрома, в том числе и у детей. Так, за период с 2016 по 2018 год уже зарегистрированы 6 лекарственных препаратов. Это бупраксон таблетки, сублингвальный колзепан таблетки, показанные деткам с 3 лет, медозолам раствор для инъекций, возможное применение у детей с 6 месяцев, морфин таблетки короткого действия, показанные деткам с 2 лет и фентанил трансдермальная терапевтическая система, показания применения у детей с 2 лет. Надо сказать, что предприятием согласован с Министерством промышленности и торговли и Минздравом России план график регистрации и внедрения лекарственных препаратов диазепам, раствор для ректального применения и медозолам для букального применения. Все вы, наверное, слышали этим летом, был очень резонансный случай с мамой больного ребенка, которая не могла приобрести законным способом диазепам для ректального применения. Поэтому перед нашим предприятием была поставлена задача быстро разработать и внедрить данные препараты. Мы уже приступили к доклиническим исследованиям. Планируемый срок вывода на рынок Российской Федерации данных препаратов — это конец 2020 года. Вот эти препараты. Вы можете посмотреть, как они выглядят. Те препараты, которые уже есть сейчас на рынке Российской Федерации. В 2018 году в рамках исполнения пункта 2 дорожной карты был зарегистрирован лекарственный препарат короткого действия морфин таблетки 5 и 10 миллиграмм. Вы, наверное, все знаете, что морфин в данных дозировках считается золотым стандартом терапии боли у плеативных пациентов. Он вышел в 4 квартале 2018 года в гражданский оборот. Все ждали выхода на рынок этого препарата, отечественного препарата. Предприятие сделало все зависящее, чтобы в кратчайшие сроки организовать его производство. Однако на 2019 год только 23 субъекта Российской Федерации подали заявку на данный лекарственный препарат. Вы слышали уже лекции по терапии болевого синдрома, по лечению прорывов боли. Вы знаете, что этот препарат необходим для лечения прорывов боли, для отборья дозы на пролонгированные наркотические анальгетики. В 2019 году в первом квартале также заканчивается регистрация таблеток морфина пролонгированного действия, которые будут применяться в том числе и у детей. До конца 2022 года выйдут еще несколько наименований наркотических лекарственных препаратов короткого действия. Это гидроморфон и оксикодон таблетки короткого действия. Будет выведен на рынок трансдермальный пластырь с бупринорфином. Также в конце 2019 года будут зарегистрированы неинвазивные наркотические лекарственные препараты короткого действия морфин. Раствор для приема внутрь, который очень имеет удобную форму применения и будет применяться также в том числе для детей. Таким образом, все эти препараты скоро будут доступны для врачебного сообщества. Сегодня есть вся необходимая номенклатура наркотических анальгетиков. Она постоянно расширяется в соответствии с потребностями, которые озвучиваются в Министерском здравоохранения Российской Федерации и профессиональным медицинским сообществом. И наши предприятия готовы обеспечить необходимый объем наркотических анальгетиков на отечественном рынке. Итак, что же нужно, чтобы эти препараты поступили в медицинские учреждения? И в каком объеме они туда поступают? А в том объеме, в каком он определен в соответствующей заявке? Давайте посмотрим механизм формирования заявки юридическими лицами, которые осуществляют использование наркотических лекарственных средств в разрешенных законодательством целях. С чего все начинается? А все начинается с определения потребности в таких лекарственных препаратах. И как же она определяется? Еще в 2012 году Международный комитет по контролю наркотиков и Всемирная организация здравоохранения разработали руководство по исчислению потребностей в веществах, находящихся под международным контролем, для оказания помощи национальным комитетным органам, выявлений метода повышения степени исчислений и оценок контролируемых веществ, с целью обучения сотрудников административных органов, регулирующих оборот лекарств. В целях количественной оценки потребностей в контролируемых веществах этим руководством было предложено три метода. Метод, основанный на статистике потребления, метод, основанный на данных об услугах, метод, основанный на данных о заболеваемости. Кратко я вам расскажу, что это за методы. Первый метод, который основан на статистике потребления. Его целесообразно применять, если в прошлом потребление контролируемых веществ было стабильным и достаточным. Спрос на медицинские услуги достиг относительно стабильного уровня. Обеспечивается рациональное использование контролируемых веществ. Ну и надо сказать, что этот метод до последнего времени использовался в нашей стране и показал свою неэффективность. Второй метод, основанный на данных об услугах, целесообразно применять, когда порядок выписки рецепта применения отпуска в стандартных учреждениях считается рациональным. Структура заболеваемости в стандартных учреждениях отражает структуру региона, включенного в количественную оценку. При достаточном и бесперебойном снабжении контролируемыми веществами имеются полные и точные данные о контактах с пациентом. Этот метод также не показал свою эффективность в Российской Федерации. И третий метод, который основан на данных о заболеваемости, который целесообразно применять, когда данные о структурах потребления наркотических средств и психотропных веществ в прошлом отсутствуют или ненадежны, что вполне применимо к Российской Федерации. Медицинские услуги развиваются быстрыми темпами и являются новыми. Например, это стремительное развитие службы палиативной медицинской помощи в Российской Федерации. При наличии точных и полных данных о заболеваемости, это данные о смертности от злокачественных новообразований, которые имеются в Российской Федерации, разработаны стандарты медицинской помощи и руководство по противоболевой терапии. Все мы знаем, что сейчас уже разработаны клинические рекомендации по лечению болевого синдрома для взрослых пациентов и для детей. Для содействия переходу на более рациональный порядок выписки рецептов. Этот метод в Министерстве здравоохранения в 2016 и 2017 годах была обновлена. Нормативная правовая база, которая регламентирует нормативы для расчета потребностей наркотических лекарственных препаратов. Она базируется именно на третьем методе. То есть можно сказать, что в наше национальное законодательство были имплементированы рекомендации Международного комитета по контролю наркотиков и Всемирной организации здравоохранения. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации были утверждены два приказа. Приказ номер 917Н от 1 декабря 2016 года об утверждении нормативов для расчета потребностей в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения. И второй приказ от 16 ноября 2017 года номер 913 об утверждении методических рекомендаций по определению потребностей в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения. На сегодняшний день это два основополагающих нормативных правовых акта, которые регламентируют расчет потребностей в наркотических и психотропных лекарственных препаратах в медицинских организациях и иных организациях, оказывающих медицинскую помощь для всех видов медицинской помощи. Это первичный медико-санитарный, специализированный, в том числе высокотехнологичный, скорый, в том числе скорой специализированный и палеотивной медицинской помощи, которая подразделяется у нас на теперь на палеотивную первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и палеотивную специализированную медицинскую помощь. В рамках поправок, о которых я говорила, идет расширение понятия «паллиативная медицинская помощь», и сейчас «паллиативная медицинская помощь» определяется как в том числе доврачебная и врачебная, и специализированная, которая может оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. Также методические рекомендации могут применяться при расчете субъектами Российской Федерации общей годовой и региональной потребности в рамках подготовки сводной заявки. Постановимся на приказе номер 917. Я хочу обратить наше внимание, что нормативы претерпели существенные изменения в сторону увеличения как по количеству международных непатентованных названий. Старый приказ, по которому долго работали наши лечебные учреждения, это приказ номер 330 от 1997 года, который, конечно же, морально устарел. И вот новый приказ, который пришел ему на смену. В него уже введены 8 международных непатентованных наименований наркотических лекарственных препаратов, в 15 лекарственных формах, раньше их было 7, и в 34 дозировках, а раньше их было 4. Кроме того, ушли из этого приказа неиспользуемые в настоящее время медицинскими организациями международные непатентованные названия, такие как кокаин, дианин, эстацин и опий. Надо сказать, что изменился и, соответственно, изменились нормативы поддельным наркотическим средством, например, норматив на морфин увеличился в 15 раз, на фентанил 20 раз, а на промедол уменьшился в 5 раз, так как вы знаете, что в палеотиве не рекомендуется длительное применение промедола. Также в приложении 1 к приказу номер 913 для удобства использования при расчете приведены данные о содержании действующего наркотического средства в граммах в одной лекарственной форме. Изменился подход к расчету потребностей наркотиков, которые применяются в стационарах. Так вместо конкретных наименований готовых лекарственных форм, которые были в старом 330 приказе, это растворы для инъекций, таблетки, ампулы, названия уже в новом приказе приведены по международным непатентованным наименованиям, а количество унифицировано и дано в граммах. Если раньше расчетные нормативы предлагались для 37 отделений лечебно-профилактического учреждения, то сейчас они приведены для 50 профилей медицинской помощи. Надо сказать, что новые нормативы достаточные, но все равно они могут по решению руководителя юридического лица увеличены, но не более чем в полтора раза. Это надо иметь в виду. Теперь мы остановимся на расчете количества взрослых пациентов, которые нуждаются в наркотических средствах при оказании паллиативной медицинской помощи. Это приказ 913. Число этих пациентов рассчитывается в соответствии с приказом номер 913, исходя из данных по уровню смертности с соответствующими коэффициентами. Так, это 80% умерших от ЗНО, от злокачественных новообразований за предыдущий год, это 50% от умерших от ВИЧ-инфекции в терминальной стадии СПИД и 10% от умерших от иных неизлечимых прогрессирующих заболеваний. Всего таких больных у нас в РФ около 300 000 или 295 000. Также в приложении 2 к 913 приказу приведены рекомендуемые данные для использования при расчете потребности при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и коэффициенты распределения наркотических лекарственных препаратов по лекарственным формам. Так, например, для пациентов с злокачественными новообразованиями препараты распределяются следующим образом. Это 40% лекарственных препаратов должно приходиться на пероральные пролонгированные формы, о которых я вам уже говорила ранее, 20% должно приходиться на трансдермальные терапевтические системы и на препараты короткого действия 20%, из которых 10% — это инвазивные лекарственные препараты и 10% — неинвазивные лекарственные препараты короткого действия. Расчет потребностей в наркотических средствах, которые предназначены для оккупирования болевого синдрома в амбулаторных условиях у взрослых пациентов, рекомендуется осуществлять для конкретных наименований лекарственных препаратов. Необходимо, чтобы при расчете потребностей учитывались все лекарственные препараты во всех лекарственных формах и во всех дозировках. Это очень важно, чтобы те лекарственные препараты, особенно неинвазивные, которые имеют большое количество дозировок, заявлялись субъектами во всех дозировках, начиная с самой маленькой и заканчивая с самой большой, для того, чтобы врач смог правильно подбирать обезболивание для пациентов, правильно тетровать дозу и правильно работать с прорывами боли. Расчет потребностей наркотических лекарственных препаратов для медицинских организаций, которые оказывают амбулаторную помощь, мы рекомендуем осуществлять с помощью разработанного экспертами нашего предприятия специального калькулятора, человека, который я вам покажу позже. Итак, как показывает практика, наибольшую сложность вызывает расчет потребностей для медицинских организаций, которые оказывают амбулаторную помощь. В связи с этим эксперты нашего предприятия разработали специальный калькулятор расчета потребностей в наркотических лекарственных препаратах для этого вида медицинской помощи. Он позволяет, зная уровень смертности от злокачественных новообразований, у терминальной стадии ВИЧ на стадии СПИД и иных неизлечимых прогрессирующих заболеваний, а эти данные есть у каждого медицинского учреждения, быстро рассчитать потребность в таких лекарственных препаратах. После завершения лекции я покажу, как с ним работать. Таким образом, все нормативные документы, которые регламентируют расчеты потребностей в наркотических средствах и психотропных веществах, разработаны и утверждены приказами Минздрава России и должны применяться на всей территории РФ. Как видите, препараты есть, деньги на них есть, нормативно-правовая база Минздрава России подготовлена, где же на каком этапе происходит сбой, который не позволяет достигнуть желаемых результатов. Как известно, легальный оборот наркотических средств и психотропных веществ в РФ, включая их изготовление, ввоз, приобретение, реализацию, хранение, использование, осуществляется в строгом соответствии с планным распределением, который утверждается ежегодно Министерством промышленности и торговли РФ. Как он формируется? Формируется он по правилам, которые утверждены постановлением правительства РФ от 26 июля 2010 года, номер 558. Все начинается с юридических лиц, субъектов, а это медицинские и аптечные учреждения, которые используют в своей деятельности в разрешенных законодательствам в целях наркотические и психотропные вещества ежегодно до 15 сентября составляют заявку о своих потребностях в указанных средствах и веществах и направляют ее в ополномоченные организации, которые составляют сводную заявку, а сводная заявка уже составленная уполномоченными организациями. В соответствии, сводная заявка на получение наркотических средств и психотропных веществ регламентирована приказом Минпромторга России от 16 ноября 2010 года, 10-29, она представлена на этом слайде. Здесь за единицы измерений выбираются произвольно, как правило, субъектами, но в основном на лекарственные формы, которые у нас являются ампулой, растворы для инъекций, берется за единицу измерения ампулы, а на формы выпуска в таблетках, трансдермальных пластырях и капсул за единицу измерения принимается упаковка. К заявке прилагаются обоснования расчетов потребностей в наркотических средствах. На основании этих заявок юридических лиц уполномоченная организация формирует сводную заявку, которая затем утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта и направляется в Министерство промышленности и торговли, а Минпромторг уже на основании этих полученных сводных заявок формирует план распределения. В этом постановлении также предусмотрено, обращаю ваше внимание, возможность ежеквартального внесения изменений в план распределения в том же порядке, что и его формирование. Это очень важно при подаче дополнительных заявок. Так работает механизм распределения наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации. В основе этого механизма лежит их правильный расчет, их реальные потребности. Таким образом, мы можем сделать вывод, что основная проблема, которая не позволяет добиться стопроцентной обеспеченности в наркотических анальгетиках – это занижение заявляемой юридическими лицами субъектов потребности в них. Соответственно, правильно произведенный расчет потребности – залог успеха в решении проблемы недообезболивания нуждающихся пациентов. Еще раз напоминаю, что все нормативные документы, которые регламентируют расчет потребностей, разработаны и утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации и должны применяться на всей территории Российской Федерации. На этом слайде представлено, сколько больных нуждались в адекватном обезболивании в Российской Федерации. На 1 января 2018 года в Российской Федерации на учете состояли 3 млн 630 тыс. больных со злокачественными новообразованиями. По данным государственной медицинской статистики в Российской Федерации в 2017 году от злокачественных новообразования умерло почти 295 тыс. больных. Поэтому исходя из расчетов, приведенных в соответствии с методическими рекомендациями, мы видим, что в 2018 году в обезболивании наркотическими и лекарственными препаратами нуждалось 295 тыс. больных, умерших с злокачественными новообразованиями, почти 10 тыс. больных ВИЧ в терминальной стадии СПИД и почти 50 тыс. больных, которые болеют иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Надо сказать, что в Российской Федерации на этом слайде приведен результат мониторинга обеспечения больных неинвазивными наркотическими анальгетиками по федеральным округам Российской Федерации за 2018 год. Я уже говорила о том, что главным принципом обезболивания палиативных больных является принцип неинвазивности, то есть неинвазивные больные должны получать щадящие лекарственные формы опиоидных анальгетиков, это неинвазивные наркотические анальгетики, которые я вам представляла в ранее приведенных слайдах, которые есть сейчас на территории Российской Федерации. Итак, результат мониторинга в 2018 году показал, что средний расчетный уровень обезболивания в Российской Федерации составил 70%, исходя из месячного курса обезболивания, то есть больные, которые могли бы получить лекарственные препараты в последний месяц своей жизни. В России пока мы принимаем и рассчитываем мониторинг, исходя из 30-дневного курса терапии обезболивания, хотя по рекомендации Всемирной организации здравоохранения данные пациенты должны получать обезболивание наркотическими анальгетиками последние три месяца своей жизни. Расчетный уровень обезболивания, вы видите, очень разница по цветам, которые приведены на карте Российской Федерации, то есть если Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ и Северокавказский федеральный округ расчетный уровень обезболивания имеют больше средней российского, – это более 80%, то Северо-Западный федеральный округ и Центральный федеральный округ без Москвы имеют расчетный уровень обезболивания ниже средней российского, это от 40 до 60%, и Приволжский федеральный округ, и Уральский федеральный округ, и Южный федеральный округ имеют уровень обезболивания от 60 до 80%. На этом слайде мы приводим субъекты по степени их работы по обезболиванию. Надо сказать, что где-то 20 субъектов работают профессионально и стабильно на протяжении уже ряда лет в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 30 субъектов в 2018 году значительно увеличили заявленную потребность и выборку. 16 субъектов, однако, обеспечил выборку в 2018 году, которая позволила обеспечить от 30 до 50% от расчетного числа нуждающихся, это очень мало. И 4 области, я даже их перечислю, Владимирская, Вологодская, Тверская и Тульская обеспечили выборку наркотических неинвазивных анальгетиков, которая позволила обезболить расчетно только до 30% от числа нуждающихся. То есть это только каждый третий мог получить обезболивание в течение 30 дней. На этих графиках представлены результаты структуры динамика заявленной потребности и выборки субъектами Российской Федерации. В этом слайде вы видите, что расчетный уровень обезболивания в 2018 году составил в среднем 70%, в том числе в Дальневосточном Федеральном округе более 120%. Почему более 120%? Это говорит, что уже в Дальневосточном Федеральном округе субъекты уже обезболивают пациентов не 30 дней, как мы рассчитываем в России, а более 30 дней. В городе Москве это более 90% от числа нуждающихся, в Сибирском Федеральном округе это более 90% от числа нуждающихся, в Центральном Федеральном округе в то же время без Москвы это только 60% от числа нуждающихся, и Северо-Западный Федеральный округ это только 50% от числа нуждающихся, то есть каждый второй пациент не получил должного обезболивания. В 2018 году объем заявленных потребностей, то о чем мы говорили, о формировании плана распределения с учетом дополнительных заявок в Российской Федерации вырос на 80% по сравнению с 2017 годом, и в том числе Дальневосточный Федеральный округ на 150%, Сибирский Федеральный округ 110%, Северо-Западный Федеральный округ только на 70%. Фактическая выборка неинвазивных наркотических анальгетиков с субъектами Российской Федерации выросла на 85% по сравнению с 2017 годом. Фактическая выборка — это то, что субъекты фактически приобрели и какой объем наркотических лекарственных препаратов был приобретен субъектами и поставлен нами в субъекты Российской Федерации. И при этом в Дальневосточном федеральном округе эта выборка выросла на 246%, в Приволжском федеральном округе — на 150%, а в Северо-Западном, самом отстающем нашем федеральном округе — всего на 80%. И тут же я хочу отметить, что в 2019 году объем заявленных в установленном порядке потребностей субъектов Российской Федерации уменьшился на 20% по сравнению с 2018 годом. Это может быть обусловлено тем, что заявки юридические лица субъектов составляли, как было показано на предыдущем графике, до 15 сентября. Многие субъекты почему-то ждали, будут ли выделены деньги из федерального бюджета или нет. И сейчас все субъекты, так как деньги уже на 2019 год выделены, могут в установленном порядке сделать дополнительную заявку на приобретение ненавазивных наркотических анальгетиков. В конце, по контрольно-показателям дорожной карты, то есть прогнозный анализ исполнения пункта 12 дорожной карты в целом по Российской Федерации до конца 2018 года, не по всем позициям заданные значения контрольных показателей были достигнуты. Так, в частности, для позиции объем заявленной субъектами Российской Федерации потребности в неинвазивных лекарственных формах, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями 30-дневный курс обезболивания. Контрольный показатель должен был составить 100%, по итогам 2018 года он составил 90%. И здесь приведены данные по всем федеральным округам, как они разнятся. Если в Дальневосточном федеральном округе это 150%, то в Северо-Западном федеральном округе это 65%. И контрольное значение 90%, определенное для показателя доли выборки в объеме потребности, акцентирую ваше внимание, рассчитанное в соответствии с методическими рекомендациями и планом распределения 30-дневный курс терапии, было выполнено только на 70%. И также в разрезе федеральных округов мы видим Дальневосточный федеральный округ этот показатель выполнил на 120%, и Северо-Западный федеральный округ на 50%. В завершении я хочу сказать, что внимание и забота к проблеме палиативных больных и палиативной медицинской помощи со стороны президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, органов государственной исполнительной власти, нашли отражение в подготовке и принятию ряда значимых нормативно-правовых актов, о которых я вам говорила выше. Это огромный шаг вперед, можно констатировать. Я думаю, что руководством страны созданы условия для развития палиативной медицинской помощи в Российской Федерации. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал принятие законопроекта, о котором я вам говорила выше во втором чтении, итогом большой совместной работы, и поблагодарил министра здравоохранения Веронику Игоревну Скворцову за конструктивное взаимодействие. В свою очередь министр здравоохранения выразила благодарность и председателю Нижней Палаты Парламента, его заместителям и всему депутатскому корпусу. Наша совместная работа позволила приобрести новые качества этому важнейшему этапу для миллионов россиян законопроекту, отметила Скворцова. Я же от себя хочу сказать, что теперь все зависит, претворение всех этих значимых мероприятий зависит от организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, от юридических лиц, это медицинские и аптечные организации субъектов, и от медицинских работников, которые должны увидеть этих неизлечимых больных людей и оказать им всю необходимую помощь в условиях стационара, в амбулаторных условиях, в том числе на дому и в том числе в дневном стационаре. И в конце я вам хочу представить сайт нашего предприятия «Экспертное мнение», на которое вы можете всегда написать. В этом разделе наши наиболее опытные специалисты в сфере легального оборота наркотиков публикуют свое экспертное мнение по различным вопросам в обозначенной сфере. И кроме того, если у вас есть вопросы, пишите, и мы постараемся на них ответить и поможем разобраться во всех нюансах легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые, конечно же, пока тяжелые. Спасибо за внимание.